доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии пятницы в связи с тем что сегодня собственно такой день хочется поздравить всех с черным днем пятницы грандиозных распродаж думаю что у всех уже есть планы как и на что можно потратить деньги повторяю друзья то что у нас как у компании есть также для вас несколько горячих предложений кэшбэк повышенный бонус ссылка кстати будет в описании к этому ролику подробности можете посмотреть там ну и также запросить их у ваших персональных менеджеров но теперь давайте перейдем к финансовым рынкам и тому что у нас сейчас складывается на финансовых площадках сегодня я бы даже хотел сказать что можно уделить несколько минут именно тому что мы вступаем в заключительный месяц этого года и сегодняшний брифинг я назову как предстоящий месяц гипер волатильность это не преувеличение друзья во первых нас обязательно ждет новогодняя рождественская раль по финансовым активам и об этом уже говорил многие инвест дома хэдж-фонды будут открыть позиции фиксировать результат выходить в кэш чтобы впоследствии потратить эти деньги на подарки разумеется это станет причиной определенных технических откатов какие-то тренды а станут более выраженными на каких-то трендах импульсы тратится и в какой-то режим ожидания мы уйдем но об этом я расскажу я думаю что вы сами все прекрасно в динамике активов увидите по событиям помимо рождественского ралли декабрь прямом смысле перенасыщен друзья у нас первое заседание во главе с кристин лагарца вы помните что новоиспеченная глава европейского центрального банка намекнула на возможности изменения денежно-кредитной политики вот детали бы очень хотелось сейчас услышать и пропустить через себя или скажем так через нашу идею продажи евро против доллара продажи главного валютного риска поскольку установка какая-то дополнительная на снижение ставок и программу количественного смягчения это своего рода надстройка которую мы впоследствии при кристин лагард хотели бы использовать чтобы активно распродавать евро впереди заседание американского регулятора новые вводные давления со стороны трампа и возможность еще одного снижения процентной ставки впереди у нас заседание стран опек участников энергетического пакта она состоится 5 и 6 декабря в вене фактически можно сказать что именно этим событием мы и будем открывать месяц насыщенных фундаментальных фонд айпио сауди оранжи 12 декабря парламентские выборы в англии и если консерваторы одержит победу до конца собственно декабря до конца 2019 года джонсон может вывести страну из европейского союза реализовать этот самый брэкзит и друзья 15 декабря также очень важное событие потому что этот день когда а штаты должны повысить пошлины в адреса китайского импорта если в ближайшие дни не удастся согласовать ну предварительную сделку который также уже говорилось не раз ограниченную сделку которая должна стать гарантом опять же того чтобы сша не повышали эти пошли на китай свою очередь увеличил бы закупки сельхоз продукции у штатов в общем по всем инструментам друзья как вы прекрасно понимаете нам будет чем торговать я буду держать вас в курсе основных событий того как станет меняться новостной фон поэтому велкам приглашаю вас на обрифинге которые как и всегда будут и в еженедельном ключе проходить на вместе со мной и в ходе которых я буду озвучивать самые интересные события финансовых рынков ну а теперь давайте по основным инструментом 62 96 это бренд ситуация не меняется я уже отметил что ждем заседания опек и ждем решения по продлению а пакта и возможно снижение индивидуальных кота по добыче поэтому длинные позиции в приоритете доллар иена 109 46 друзья вчера я обратил ваше внимание на то что отношения сша китая могут реально измениться или ухудшиться после того как трампа принял законопроект сенатов поддержку протестующих в гонконге охарактеризовали этот шаг как самое настоящее прямое вмешательство в дела иностранного государства мы помним что китай сразу ноту протеста пока что не могу утверждать что это отразится каким-то образом на отношениях между странами но могу предположить что уж точно это не будет способствовать какому-то позитиву поэтому несмотря на какие-то отдельные комментарии что страны близки к предварительному соглашению я бы все-таки рассмотрел альтернативный сценарий когда мы закроем этот год с негативом по этому новостному фону и с идеей и осознанием того что в принципе конфликта продолжается это должно повысить спрос на защиту и поспособствует тому чтобы пара доллар иена пошла вниз на следующей неделе данные по нон-фарм перлос где традиционно мы обратим внимание на динамику по росту заработных плат почему сейчас важно потому что посмотреть на этот отсчет буквально накануне вышли данные по заказа на товары личного длительного пользования по личным доходам личным расходом по а темпам экономического роста вроде бы как статистика хорошая однако вот к отчету по личным доходам были вопросы потому что нулевой друзья прироста я думаю что как раз темпы роста заработных плат нам смогут помочь детальнее оценить картину именно будущих показателей потребительского спроса я не вижу здесь особого позитива поэтому ставлю на то что фрс будут аргументы в пользу снижения ставки доллар канадец 1 32 86 сегодня данные по а ввп друзья по прогнозам по ожиданиям слабо отчет по итогам третьего квартала канадская экономика скорее всего выросла на 1 и 2 процента во втором квартале рост был куда более значительный 37 процента и в случае выхода слабых данных разумеется это станет сигналом пользу снижения процентной ставки ранее канадский регулятор уже отмечал я подчеркивал негативное влияние глобального спада и торговой напряженности на страну сейчас нужно понять как он будет бороться с этими рисками если действительно статистика разочарует то тогда доллар канадец получит импульс для восходящего движения джипи морган разделяют такую позицию и предлагает своим клиентам ориентироваться на первое первый квартал двадцатого года на цели один тридцать шесть один тридцать восемь по паре доллар канадца евро против доллара один десять одиннадцать ждем данные по инфляции не думаю что они сильно вмешаются в динамику европейской валюты ну в целом коррекционный уклон сохраняется фунт против доллара один двадцать девять четырнадцать пока не будет новых данных по общественным опросам и статистики которые позволят нам оценить шансы консерваторов держать победу на парламентских выборах какой-то мощный мощное движение мы с вами не увидим зажатому сейчас в диапазоне 1 28 130 разумеется будем следить за тем удастся ли консерваторам одержать победу на парламентских выборах и австралийц против доллара 0 67 74 сейчас котировки на следующей неделе решением процентной ставки и темпы экономического роста все это должно еще больше ударить по позициям австралийца пара активно снижается движение правда тенденция явно выражена но может быть и вот этот коррекционный уклон динамика на не такая активно хотелось бы но все таки друзья австралийц теряет цель 0 65 0 66 сохраняется я думаю что до конца этого года к отметке 0 66 мы реально можем подойти на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания